Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова и утренняя информационная бригада нашего канала. Трое суток прошло со дня памятного ливня, затопившего Великий Новгород и последствия которого городские службы устраняют до сих пор. Как синоптики предупреждают, расслабляться рано. На древнюю новгородскую землю надвигаются новые ливни. Окажемся в зоне влияния молодого атлантического циклона, который сейчас формируется на волне атмосферного фронта. И с ним связаны поля мощной грозовой облачности. Днем по области ожидаются ливневые дожди, местами сильные, и грозы с усилением ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах области может вылиться от 20 до 50 миллиметров осадков. В Новгородском водоканале вняли предупреждение и уже проводят ревизию техники, формируют бригады и составляют графики ночных дежурств. А спасатели рекомендуют владельцам частных домов подготовить дренажные системы к отводу дождевого стока. Водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Со вчерашнего дня начался ремонт путепровода над железной дорогой Чудово-Великий Новгород. На участке от деревни Трегубово до деревни Большой Апочевалово на год введено реверсивное движение с закрытием одной полосы. В первый же день ремонта водители, желающие добраться до северной столицы или в обратном направлении, встали в многокилометровых пробках. В популярной группе ЧП «Великий Новгород» люди сообщают, что стоят в пробках по 5-6 часов и более. В управлении дороги России обещали оптимизировать схему проезда. Пока же всем желающим вовремя добраться на авто в Питер или в Пулковский аэропорт следует или делать большой запас времени, или не рисковать двигаться в объезд, например, через Лугу. Правда, в этом случае также есть вероятность попасть в пробку. Сейчас идет реконструкция дороги Р-23 Псков на подъездах в Гатчине, со стороны Санкт-Петербурга и на объездной. Добавим планируемый срок окончания работ на путепроводе – июнь 2018 года. Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД продолжают проводить рейды по обнаружению должников. Теперь в совместной работе участвует и МРЭЛ ГИБДД на Сенной улице. Можно сказать, что каждый второй гражданин, обратившийся в МРЭЛ ГИБДД, является должником. Это не обязательно будет должник под административным штрафом. Это также алименты, задолженность по ЖКХ и кредитные обязательства. Гражданин, регистрируя автотранспортное средство, обращается к инспектору ГИБДД. Тот, в свою очередь, передает данные судебному приставу-исполнителю. Далее, через банк данных возможного должника пробивают и предлагают ему оплатить задолженность. В случае отказа от оплаты применяются санкции в виде ареста автотранспортного средства, ограничения на выезд за границу или ограничения водительских прав. Чтобы визит в ГИБДД не обернулся неприятным сюрпризом, любой гражданин может самостоятельно проверить наличие своих задолженностей на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Как сохранить отношения на долгие годы, укрепить и приумножить любовь? В Старорусском районе создают большую книгу рецептов семейного счастья. Поделиться рецептом счастья могут как юбиляры супружеской жизни, так и молодые пары. Свои советы супруги записывают в специальные анкеты, из которых и будет сформирована книга. В рекомендациях пары отмечают, что важно уметь уступать друг другу, не бояться делать первый шаг навстречу, заботиться и поддерживать в трудных ситуациях, учиться терпению и любви. По наблюдению сотрудников Старорусского ЗАГСа, в районе немало супружеских пар, отметивших оловянную, фарфоровую, жемчужную, рубиновую свадьбу. Юбиляров чествуют во дворце бракосочетания и просят поделиться секретом долголетия их отношений. Семей крепких много, много хороших семей. Мы проводим мероприятия по чествованию и золотых, и серебряных, всех мероприятий, свадеб. Некоторые юбиляры к нам приходят, например, жемчужную свадьбу. Мы их прочистовали на жемчужной свадьбе, и они к нам приходят уже в следующий юбилей, например, золотая свадьба. На настоящий момент собрано уже почти 50 рекомендаций от счастливых семей. Планируется, что книгу завершат к декабрю, когда областные органы ЗАГС будут праздновать свое столетие. У меня на этом все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин